Ага, Константинович, извините, что опоздал, очередь была, но все-таки достал я инвентарь для нашего кружка, а? Константинович, Константинович, ты че, Константинович, не дождался, что ли? Да ладно. Константинович, как я мог так долго? Позор мне, как физруку. Константинович, вот за что я тебя всегда любил, за то, что ты в любой ситуации улыбаешься, вот как сейчас прямо. Константинович, как же я без тебя-то, а? Ты ж мне дороже жены был. Мы же с тобой, как Чип и Дейл, как Маркс Йенгельс, как физрук и трудовик. Да мы же были с тобой, как физрук и трудовик, я же тебя насквозь видел, вот как сейчас. Ну че, ничего, Константин, щас за тебя, за тебя щас, не чокаясь. Щас, за себя. Ээ, ты че, без меня? Ты че, живой что ли? Живой. Но был бы мертвый, если бы заучу знал, что я уходил. Кстати, не заходил он? Нет. Хорошо. Так а это кто тогда? А? Классно я придумал. Просто мне зауч говорит, ты это, никуда не уйдешь, пока все журналы не заполнишь. А как не уходить, если... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Будешь, а, улыбака? Будет, будет! Давай, за здоровье. И тебе не хворай. Ага. За все сказанное. Да. Константинович? Да, это Константинович, он на своем рабочем месте. Да. Что здесь происходит? Все вопросы к трудовику. Филиппыч, иди нах... Знаете что, Александр Константинович, я сегодня же соберу педсовет, и мы будем говорить о вашем увольнении. С меня хватит. Мне пофиг, я физрук. Я вам как учитель изящной словесности скажу. Идите вы в жопу со своими прикольчиками. Алкашня. Да, не повезло тебе, косяшка. Мало того, что худой, как дрымба, еще и уволили. Ага. Так ты теперь физрук? Да. Классно придумал. Да. А я кто? А ты вот такой мужик. Подходит. Значит, смотри. Этого уволили. Так. Потом я увольняюсь с физкультурника, перехожу на лакантную должность. А ты устраивайся опять на физкультурника. Голова. За твою голову надо выпить. Только уже нечего. Секунду. Та-та-та-та-тан. Та-та-тан. 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 Волшебник Мах и Чародей. Как хорошо, что ты не он. А он не ты. Иначе б тебя уволили. Да, Александр Константинович, я вас вызывала. У меня опять что-то с моим автомобилем. Может, вы посмотрите? Ну, за бутылочку Жигулевского я с удовольствием гляну на ваши Жигули. У меня ДМВ. Тем более, немецкое пиво я больше люблю. Только, пожалуйста, не пейте омыватель, как в прошлый раз. Ну, перестаньте. Ну, что вы мне, не доверяете, что ли? Я вам, конечно, доверяю, но... Да-да. Здрасьте, вызывали? Все-таки не доверяете. Извините, а вы кто? Я владелец Лады. Как это? Ну, в смысле, Лады Романенко. В смысле, ее отец? Ну, да, можно и так. А что не так с ней? Да, вот, учителя жалуются на дочь вашу. Вам нужно подтянуть ее успеваемость. В смысле, подтянуть? Вы ж тут старший мастер. Вы подтягивайте. Какой еще мастер? Он имеет в виду директор. Да, я здесь директор. Но вы же отец? Или, как вы выразились, владелец? Подождите, давайте разберемся. Я вам свою ласточку загнал еще 1 сентября. И все это время вы должны были ее тюнинговать. Ну, в смысле, обучать. 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 Тем более, что. Новую резину я ее уже купил. Что он говорит? Кеды новые на физкультуру. О, топливо мы ее заправляем регулярно, чтобы она ваша не пользовала. Как это? Обеды в судочках. О, ну и деньги мы сдаем регулярно на ремонт. А, тут совпало. Как сложно найти с вами общий язык. Слушайте, Витаминов, давайте я. Так, а скажите мне, какого года ваша ласточка? 2010-го, почти без пробега. Понятно. На украинских номерах или на литовских? Ну, тут надо у жены спросить. Надеюсь, на украинских. Ремень давно ей подтягивали? Этим вопросом жена занимается, поэтому, думаю, до ремня дело не доходило. Понятно. Вот мой вам совет. Вы для того, чтобы ваша ласточка хорошо себя вела и успевала все, пользуйтесь ремнем. Желательно кожаным. А, понял. Ремня добавить? Да. Все, не вопрос, я это сам могу сделать. Гарантирую вам, все будет нормально. Еще какие-то вопросы? Деньги на ремонт. Деньги на ремонт. Конечно, как скажете, вот. Только вы следите за моей ласточкой получше, чтобы я ее потом мог подороже продать. Как это? Замуж отдать. Ну, или так. Все? Хорошего дня. Счастливо. Равидерчи. Александр Константинович, вот вы так здорово про ремень придумали. Вот так. А вы мне не доверяли. Ладно, пойду вашу ласточку посмотрю. Ах, моя уже в институте, уже ремень ей не поможет. Я сейчас про машину. А, хорошо. Только не трогайте, пожалуйста, омыватель. Я понял, понял. Тем более у вас омыватель, ну, такой, я скажу честно вам. Изжога капец от него. Да задолбали вы уже. Что, из банка пишут? Хуже. Родительский чат. Пишут и пишут, пишут и пишут. Я ваши задания могу проверить. А вы, милочка, звук в уведомлениях не пробовали выключать? Конечно же пробовала. Но они начали названивать, а некоторые даже домой приходить. Так что я лучше им отвечу тут. Да откуда я знаю, какие условия задания? Ну, посмотрите в книжках-то. Отправить. Вы зря смайлик в конце не поставили. Почему? Сейчас увидите. Вы почему так раздраженно отвечаете? А? Если не хотите учить детей, так и скажите. А еще классный руководитель называется, ну? Ну, я же говорила. Сдохните, твари. Получайте, получите. Козлы, козлы, уроды, уроды. Виктор Петрович, у вас тоже родительский чат? А, нет, это я в игре, я тут зомби мочу. Господи. На тебе, на тебе, на тебе. А эмоции у меня точно такие же. Идите бы в задницу отправить. Яна Викторовна, вы что сделали? Что? Да это я в мыслях так. А так я написала, что не волнуйтесь, все в порядке. Обращайтесь в любой момент. Ну, вот это вот вы тоже зря написали. Они ж теперь ночью будут вам присылать свои. Ну, это никогда не кончится. Вот. Могу помочь. Как? Давай телефон. Все, пипетка. Звонить больше не будут. И писать тоже. А что это вы сделали? Я написал, чтобы деньги на ремонт школы сдавали. А кто сдал, писали в чате. Ого, некоторые даже из группы удаляться начали. Виктор Петрович, вы мой спаситель. Да ладно, чё там? Мы же эти, как они? Коллеги. Упача. О, всё, мне пора бежать. Вызывают. Родители в чате? В чате, но не родители. Этот трудовик пришёл с магазина. У него там, у нас свой алкограм. Понятно? Ну, чё там? Ну, чё там? Господи, да что ж такое? Ну, всё. Спрашивает домикраточки, куда отправить деньги на ремонт. Идите в задницу. Дайте спокойно поработать. Снова мысли вслух? Нет. А это как раз таки я сейчас отправила. Смоленки отправить. Это вы смело? Да, да, да. Ой. Так. Яна Викторовна, в общем, в школьном чате родители на вас жалуются. А это уже ваш геморрой. Так, как там вы писали? Идите вы в задницу и смайлик. Сердечко. Просто одинокая волчица. Не понять её не приручить. Выйди на крыльцо, покажи нам своё белое лицо. Что, простите? Наше смотрите и своё покажите. Вы что, в эти, в эксгибиционисты подались? Не буду я вам ничего показывать. Тем более, смотреть ваши не собираюсь. Квашня плоха, да приговор того ж. Какая квашня? Сами вы квашня? Невеста не то, что в окошко подать. На ладошки хоть кому удобно поднести. Ну всё, я так и знала, что это когда-нибудь произойдёт. Что, опять на палёнку перешли, алкашня? СМЕХ 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 Ой, у этого вообще белка. СМЕХ В вашем жите хорош, Росток. Вот именно, хорош уже. Прекращайте этот цирк! Так, Росток-то хорош, как говорится, Витаминовна. Ты чем хвастаешься, придурок? Идите оба работать и не забудьте свой стручок. Росток? Да хоть свисток, идите отсюда. Не морочите мне голову. У вас товар, у нас купец. Вы что, с дуба рухнули? Свататься к тебе пришёл, Альбинка. Ко мне свататься? Ой, как неожиданно. Ну, сокола посмотрели, покажите нам теперь сизу голубку. Ой, ну что вы, дураки, ну вот смущайте меня сейчас прям. Ну чё, хорош Росток в нашем жите, а? И в нашей пшенице нету турицы. О, ну раз у вас всё тут так налаживается, дальше сам сокол. Так, если у нас всё-таки всё чин-чинарём, то надо в кафе за датак нести. 700 гривен. Угу, вот оно что. А? Так знаете, что я вам скажу? Товар непродажный не поспел. Как? Как не поспел? Очень поспел уже товар-то. А знаете, что дают сватам, когда они получают отрицательный ответ? 40 гривен? По тыкве дают. Каждому. А тебе в первую очередь. Так, сходились не бронились, дай бог разойтись и не брониться. Ну ничего, спасибо этому дому, пойдём к другому. Как говорится, росток такой ещё кому-то пригодится. Поздно. Спокойно. Я вам сейчас эти ростки поотрываю. Тихо, ты не рот взялай. Кто там про квашню что говорил? Какая квашня у кого где? Спокойно. Пошли вон. Пошмар. Пошли. О, кашня. Так, сизу голубку-то посмотреть можно, нет? Так, я тебе сейчас как... Спокойно. О, господи. Сизу голубку ему. Вот так. О, вот это вот мне стыдно выставить в интернет. Приветики. Родители Андрея Шкутская. Проходите. Родители Андрюша, подождите, ну я же вас вызывала месяц назад. А вы нам лучше в мессенджер пишите, мы дневник не читаем. А, да? Ну хорошо, что же, я хотела бы поговорить... One second. Selfie. Что, простите? Так, смотрите, я хотела поговорить о поведении вашего сына. А точнее о том, что ваш сын... Представляете, ваш сын начал курить. А у него что, вейп сломался? Что, простите, сломалось? А? Вейп. Вот эту вот штучку и курит ваш сын. Не курит, а парит. Это нормально, не парьтесь. Ну что ж, хорошо, тогда я вам скажу вот что. Ваш сын еще и употребляет алкоголь прямо на уроках. А, это неправда. Я даю ему в школу только без алкогольного мохита. Алан Каймант делать мы его еще не научили. Не научили. Хорошо, тогда перейдем к его сочинению. Полюбуйтесь. Полюбуйтесь, что написал ваш сын в сочинении «Я и моя будущая профессия». Он хочет стать фрилансером. Я даже не понимаю, что это такое. Может, вы мне объясните? Все просто. Он просто хочет пойти по стопам матери и не хочет быть копирайтером, как его фазер. Да, нужно запустить это на своей страничке. Я тебя лайкну. Тогда я хочу сказать, что вашему сыну его одноклассники ставят дизлайки. Что? Как? Подождите, как это? У нас же сын такой хайповый. А вот так вот. Потому что среди нынешней молодежи не модно плохо учиться. И вот, когда все ученики поняли, что он плохо учится, они решили отправить его в бан. Он... О май гад. О! Спасибо вам большое, что вы нам об этом сказали. Мы обязательно с ним поговорим. Да-да-да. И мы сделаем так, чтобы он снова стал cool. Я очень рада, что вы меня поняли. Что ж, тогда мне спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пожалуйста, а вы бы не могли подписаться на мои обновления в инстаграм? Уже фоллоуин. До свидания. Благодарю вас. Ага. С этими родителями все сложнее и сложнее. Но зато у меня теперь два новых подписчика. Итого четыре. Мама, папа, Евгения. Поехали. Ну... Жаль. Очень жаль. Так... Я не поняла, что здесь происходит? Вы что, уже совсем оборзели? Бухаетесь среди белозня, да еще и в моем кабинете. Сейчас шикну тебе. Присядь. Что такое? Альбиночка. Что случилось? Да расскажите мне, наконец, что происходит. Сегодня мы потеряли очень важного для нас человека. Жаль. Очень жаль. Да. Ну, очень жаль. Ну, расскажите, что произошло? Да в чем дело? Отличного товарища и интересного собеседника. Да. Да что случилось? За кого вы пьете? Жаль. Очень жаль. Очень жаль. Ну, объясните мне, наконец. Нет. Обладал. А какой тонкой творческой натурой он был. Да. Да что случилось? Объясните, за кого вы пьете? Геннадий Степанович. Что, Геннадий Степанович? Все. Покинул наши ряды. Да. Все. Давай, витаминов нам потяни. Ой, ну как же так? Ой, Геннадий Степанович. Да. Геннадий Степанович всегда мог сказать мудрую фразу. А иногда грамотно промолчать. Так, а что я сижу здесь? Наверное, надо пробежаться по школе, пособирать, кто чем поможет. Все. Спокойно. Уже? А. И учителя, и ученики все скинулись. Вот. Пожалуйста. Геннадий Степанович понимал всех с полуслова. А иногда даже вообще без слов. Красавчик. Это же, как-то жене сообщить. Она в курсе. Это же она его. Да вы что? Господи. Бесчеловечные поступки. А как же дети, дети, так как? Дети, походу, рады. Такому повороту событий. Боже мой, какой кошмар. Геннадий Степанович, ну никак не заслуживал к себе такого ужасного отношения. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Геннадий Степанович, нам будет так вас не хватать. Да. Геннадий Степанович, да, мы, а вы, а мы вас... Да. Да. Да, хорошо. Жду. Ах вы, ироды. Живого человека хороните. Он мне звонил только что. К них тоже не говорил, что он того. Мы просто сказали, что он покинул наши ряды. Да. А как же за Геннадия Степановича это? Так. Шана его закодировала. Представляете, совсем другим человеком стал. Абсолютно на себя не похожий. Так, все. Теперь вам остается только молиться. За Завя? За упокой. Я вас всех увольняю. Ну вы же тоже с вами принимали тут участие в этом. Да, вы сабутыльница у нас. Так. Чтобы через пять минут никого здесь не было. Ой, господи. С Геннадием Степановичем бы успели. Это на шторы, это на окна, это на краску. Так, еще чуть-чуть, и я у себя в квартире ремонт закончу. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали? Конечно, вызывал. Жду вас уже 30 часов. Здравствуйте. Вы у нас кто? Родители Зеленова. Зеленов, Зеленов. Вспомнил, это же наш двоечник. Как двоечник? Так, это как отличник, только наоборот. Вы что себе думаете? Как вы до этого докатились вообще? Вот, вот, посмотрите. У ребенка все двоечники по всем предметам. Ну, кроме математики. Слава богу, я по математике ему просто помогаю. По математике кол. Подождите, ну, наш сын очень способный мальчик. Ну, давайте наймем ему репетитора. А смысл? Это все равно, что приезжему прийти на привоз. В смысле? Разденут, разуют, деньги отберут, а толку никакого. Что же нам тогда делать с нашим сыном? Я не знаю, что вы будете делать с вашим сыном, но я буду подавать документы на отчисление. А так как директор школы мой лучший друг, этот вопрос решится мгновенно. Подождите, это так нельзя. Ну, давайте что-нибудь придумаем. Мадам, у меня зарплата 3000 гривен в месяц. Лишнего думать я тут не намерен. Ладно, давайте договариваться как-то, что ли. Вот, вы правильно начали мыслить. С вас 300 долларов. Сколько? Что вы так кашляете, будто бы я сказал 500? Вы не слышали, всего лишь 300. Но ведь это дорого. Молодой человек, это стоит к тысячу. Я вам сделал 70% скидку, они еще возмущаются. Хорошо, вот вам 300 долларов. Я так понимаю, это за золотую медаль? Это за то, что ваш сын просто останется в школе. Вы шо? Но если вы претендуете на золото, вот, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим прайсом. У вас что, еще и прайс есть? Конечно. Мы же лицей, а не какая-нибудь там среднеобразовательная школа. Вот, обратите внимание. Бронзовая медаль, тысячу долларов. Серебряная медаль, полторы. Золотая медаль, две тысячи. Золотая медаль из настоящего золота, три с половиной тысячи долларов. У меня просто дядя Изя уникальный ювелир. Он делает такую золотую медаль. Просто... Ну шо вы решили, идете на золото? Да, вы идете на золото, я вижу, правильно? Да, на простую золотую. Очень зря. Вы знаете, сейчас очень выгодно вкладывать в драгметаллы, я знаю. Если вас не устроит, можем сделать с бриллиантами. Поверьте мне, она очень приходится в жизни вашему сыну. Нет, 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 просто золотую, не золотую медаль. Ну ладно, хорошо. Так, золотая, не золотая. Одно секундочку. Биология, девять. Кискульптура, девять. Десять, десять. Одиннадцать, десять, десять. Вот, пожалуйста, общий... Шо вы снова так раскашлялись? Это не в евро, это в доллары. Но ведь вы сказали две тысячи, здесь гораздо больше. Молодой человек, именно поэтому у вашего сына плохо с математикой. Смотрите, я же его вытянул. Я же вытянул одни одиннадцатки. Одни одиннадцатки, зато какой будет аттестат. Ладно. Вы так не волнуйтесь. Если у вас не хватает немножко денег, можете взять у меня небольшой кредит за сущие маленькие проценты. Спасибо, не надо. Спасибо. Я лучше с банкомата сниму деньги. В таком случае оставьте эти денежки в качестве залога. И жду вас после банкомата. До свидания. До свидания. Какие же вы все-таки мелочные люди. Квартиру в этом месяце я закончу. Пора переходить к дачам. Да-да, мы продаем шторы. Да. Выбор широчайший. Ассортимент огромнейший. Да. Нет, не возле школы. Послушайте. Прямо в самой школе. Да. Приезжайте, я лично вас проведу по всем кабинетам. Спасибо. До встречи. До свидания. Так. Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. А что же с пустыми руками-то? А как вы шторы унесете? Вам сколько? Я папа Лешеньки Мельненького. А-а. Вы вызывали. Да-да-да, присаживайтесь. Послушайте, поведение вашего сына очень плохое. Извините меня, это я виноват. Простите, ради бога. За что вы извиняйтесь, я еще ничего не успел вам рассказать. Извините, что перебил вас, простите, умоляю вас. Послушайте, ваш сын сломал дверь. Извините, извините, я все починю, возьму инструменты и все починю. Еще не все, он разбил окно. Извините, я вас прошу, простите, я сам ставлю все окна. Он еще подрался с трудовиком. Простите, извините, это еще не все так страшно, понимаете? Страшно то, что он именно трудовиком выбил двери и разбил стекло. Вот это вот сложность. Я все починю, я даже трудовика починю. А послушайте, а вы не хотели бы поговорить с ним? Вот, поговорить. Ну, если трудовик в сознании, то я лично извинюсь перед ним. Нет, я не могу поговорить с вашим сыном. С моим сыном? С вашим сыном. Мне? Вам. Извините. Кто там? Заходите. Бать, я жрать хочу, долго ты еще тут? Извини, сыночек. Просто вот он меня вызвал, он. Что? Что, что? Жаловался опять на меня? Да, нет. Что он сказал? Жаловался, жаловался. Он сказал, что ты дверь сломал. Ой, слушайте, это недоразумение вышло. Я сам починю эту дверь. А еще сказал, что окно выбил. Ой, вообще не переживайте. Это даже хорошо. У нас так душно было в классе. И еще сказал, что ты трудовика избил. Нет, 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 это недоразумение. Трудовик, он сам упал и сломал челюсть. И выпрыгнул из окна тоже он сам. Да, сам, сам. Я видел этот момент своими глазами. Так отчеты вызывал. А я извиниться же хотел перед вами и вашим прекрасным отцом. Давай, извиняйся. Извините меня, пожалуйста, за все те неудобства, которые я доставляю вам в школе. Ну вот, все. Я жду тебя на улице. Буду либо что-то жрать, либо кого-то бить. Ну вот, извините. Мне пора, простите. Еще раз извините. До свидания. Извините. Да не извиняйтесь. Извините. До свидания. Алло. Нет, шторы мы больше не продаем. Да, мы переезжаем всей школы. Далеко. Очень далеко. До свидания. Да? Яна Викторовна, вызывали. А, здрасте, Евгения Михайловна, проходите, пожалуйста. Правда, вызывала я вас еще час назад. Ой, ну пока с первого этажа на вашу второй. Да берешься, так запреть можно. Да-да. Ну, что случилось-то у вас, говорите? Пока ничего не случилось, слава богу. Мы в школу закупили целый компьютерный класс. Вот. И в связи с этим мы хотим... Мы хотим усилить охрану. Евгения Михайловна! Ой, где я, че я, кто я? Вы в учитерской, я директор, я вас вызвала. Ой. Извините, прошу прощения. Дреманула. Просто я сегодня всю ночь не спала, а в школу охраняла. Да вы, вообще-то, всю ночь сериал смотрели. Да так громко, что на первом этаже окна дрожали. Это, это да. Ну, ну, люди-то слышат, что в школе кто-то есть. И никто не сует. Так, конечно, все хорошо, но мы все-таки решили усилить нашу охрану. Вот, так вы мне, че, ствол выдадите? Какой ствол? Ну, пекль, волыну, Валеру. Ну, пистолет, по-вашему. Да, чтоб я могла шмальнуть в кого-то, да? Нет, 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 никакой пистолет мы вам выдавать не будем. А, так вы в напарнице мне, Никифоровну, берете, да, что я просила? Правильно, правильно, Никифоровна, я всю жизнь мечтала с напарницей работать. Ну, нет, не Никифоровна, мы нашли настоящего охранника. И, Игорь, заходите. Вызывали. Бабуль, в сторонку. Знакомьтесь, это наш сторож Евгения Михайловна, а это Игорь. Вот, он у нас охранник, вот видите, секьюрити. Он и спортсмен, и боксер. Ага, ну, ну, не Никифоровна, конечно, но сработаем сей. А, дело в том, что, к сожалению, мы должны вас уволить. Это как это уволить-то? Чего? Я же эту школу 40 лет охраняю. Можно сказать, от звонка до звонка. Как уволить-то? А кто ж кошечек моих будет-то кормить? Котиков. Они же 10 штук уже прибились. Не очень жаль, но мы не можем рисковать компьютерным классом ради ваших котиков. Ну, подождите, ну, ну, я... Бабуль, чё, не поняла, что ли, сказали? Можешь идти, ты свободно. А котиков твоих, если надо, я в ведре утоплю. Боже. Меня-то можешь трогать, милок. А вот котиков моих трогать не рекомендую. Падла. Господи, Евгения Михайловна, вы и так умеете. Ой, вы извините меня. Я вас прошу. Просто, если кто-то моих котиков обережает, у меня сразу такая вот агрессия включается. Ну, что, я уволена. Да вы что, боже упаси. Вы знаете, если вы так охраняете котиков, пусть они вот и живут в этом компьютерном классе. Надежнее будет. Вот и отлично. Я пойду. Котиков. Покормлю. Вы поймите, это выпускной. Такое событие бывает раз в жизни, и мы не можем доверить фотосъемку кому попало. То есть, как это кому попало? Ну, вы же видели мои работы. А как мы можем быть уверены, что это именно ваши работы? То есть, там написана моя фамилия и мои инициалы. Ну, вы же настоящий профессионал. То вы наверняка владеете фотошопом. Угу. Ну да, и что? Вы могли взять любую фотографию и подставить туда свою фамилию. Ну, зачем мне это надо? Чтобы срубить денег с доверчивых родителей и неопытных учителей. Так, не хотите, а так и скажите. Стоп! Настоящий профессионал так легко бы не сдался. Угу. Что вы от меня хотите? Мы хотим пробную фотосессию двух молодых и очень не сексуальных учительниц. Бесплатная фотосъемка двух учителей. А, вас, то есть. Бесплатно. Угу. И зачем мне это надо? Ну, как, ради серьезного контракта. С вашей средней школой? Мы же живем в мире социальных сетей. И о том, что вы хороший фотограф, могут узнать все школы. Все школы? Ну, хорошо, приступим. Так, вы готовы? Вот у вас отлично рабочая сторона. Вот это тоже хорошее, да? Угу. Ну что ж, а мне кажется, что вы справились. Как вам, коллега? А, да-да-да-да, я думаю, у меня однозначно что-то есть. Ну, конечно, бы хотелось взглянуть на снимки после печати, но сам процесс мне тоже очень понравился. Ну что, вы меня утверждаете? Мы-то утверждаем, но есть же еще мамы учеников, которые тоже хотят убедиться в вашем профессионализме. Ну, это уже перебор. Ну, они уже сдали деньги на фотосессию. Деньги? Ну, ладно, дети, мамам это зачем? Ну, как вы не понимаете, это же выпускной, такое редкое событие. В этот день, конечно, мамам тоже захочется немножко пошалить. Хорошо. Когда вы предлагаете это сделать? Вот, прям после выпускного. Как раз и мамам не нужно будет по два раза краситься, и они будут в хорошей кондиции. Хорошо. То есть до выпускного я свободен, правильно? Ну, нужно вас еще утвердить у нашей директрисы. Она тоже очень любит фотографироваться, особенно в стиле нюн. Да. Ах, вот. До свидания. Всего доброго. Она, кстати, еще от сглаза лечит. Правда лечит? Слушайте, все-таки как гениально, что мы с вами придумали пугать нашей директрисой. Так сказать, остались-то и при баблишке, и с фотосессией. Да. Ну, а детей мы можем и сами на телефон пофоткать. Да, да, да. Так, Голубева 6, Терещенко 7, Белоконь 10, Сергеенко, 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 что-то знакомое. А, сын начальницы Горано. 15. Тьфу ты, у нас же 12 максимум. Так, 12 с плюсом. Так, да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Альбина Вениаминовна, понимаете, какое дело? Я по поводу Виталика. Я уже сто раз говорила, что нечего в красный уголок совать свое. Это у нас попугай все время голодный. Нет, я по поводу Виталика Бочкова. А, я думала, вы опять по поводу этого юного натуралиста, экспериментатора, которому наш попугай обрезание сделал. Да-да, такое ЧП у нас было. Так что с вашим Виталиком? Вы знаете, мне кажется, что на него плохо влияет школа. Интересно. И как это выражается, по-вашему? Мой сын начал некультурно выражаться. Ну, знаете ли, мамочка, это нормально. У детей такое бывает. Где-то услышали, повторили. Может, дома. Нет, нет. Дома это исключено. А еще он начал курить и пить. Я, как педагог со стажа, могу вам сказать одно. Что в их возрасте это нормально. Они так выражают свой протест. Протест? Да. В третьем классе? В третьем? Ну, понимаете, растут сейчас акселераты. У них сейчас все раньше, чем у нас. Ну, попробовал покурить, чуть выпил. Чуть. Если бы чуть, я бы еще поняла. А так он вчера отца перепил, а меня обматерил. Интересно. Где он так мог натренироваться? Да вот прям у вас, в школе, на уроках. Какой кошмар. Да кошмар. А еще он... Бабами? Нет, нет, нет. Мои господи. Он власть ругает. А-а-а. Да, ругал власть. Мужчинство образования. Кошмар. Говорил, что вы директриса-крыса. Ой, ну, знаете, обо мне так не он один говорит. Ничего. Мне кажется, на него влияет какой-то новый друг Сашка. Сашка. Так, в этом нужно срочно разобраться. Так, третий Б говорите, да? Да. Так, сейчас посмотрим. Александр, Александр. Так. Ну, вы знаете, в третьем Б нет никакого Сашки. Странно. Сейчас еще раз. Да. Альбина Витаминовна. Вениаминовна. Тем более. Можно я пойду с детьми вместо урока в магазин? Ой, Александр Константинович, уйдите отсюда. Не мешайте нам. Директриза-крыса. Подождите, подождите. А не тот ли это Сашка? Александр. Чего? Известен ли вам некто Виталий Бычков из третьего Б? Виталя, конечно. Вот такой мужик. Что? То есть, это и есть его новый лучший друг? Виталя сказал, что я его лучший друг? Сказал, к сожалению. Что вы делаете? Александр Константинович. Спасибо за сына. Вот это поколение подрастает. Так, я вас уволю. Ой, напугала. Да и пожалуйста. О, отличный повод. Так, все. Мы сейчас идем с девятым Б пропивать последний токарный станок. Понятно? Так, Александр Константинович, прекратите все это безобразие. А тебе, Витаминовна? Виньяминовна. Тем более. Низкий поклон. Спасибо за дочь. Машенька моя. Спокойно. Она биологичка, с ней можно. Хужество какое. Моя Маша. Пока. Содом и Домора. Ваша школа.